В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы Якатерина Филиппова. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе вы увидите. В Одесском национальном медицинском университете состоялось совещание наблюдательного совета при участии комиссии министра здравоохранения. Детский лагерь «Виктория» остается опасным для жизни и здоровья отдыхающих. Городская власть не выполнила в полном объеме предписания по противопожарной безопасности. Состоялось очередное судебное заседание по красным зорям. Разработчиков учетной документации по санаторию вызвали в суд в качестве свидетелей. Пожар в детском оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория» может повториться. Одесская мэрия не выполнила в полном объеме предписания государственной службы по чрезвычайным ситуациям относительно обеспечения норм противопожарной безопасности. Об опасной халатности чиновников мэрии сообщил журналистский проект «Слиство.Инфо». На запрос в Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области получен неутешительный ответ. Необходимого объема воды для тушения пожара на территории лагеря «Виктория» нет. Пожарный водоем и гидрант не отремонтированы и к тому же находятся на арестованном судом закрытом участке. В одном из корпусов не проверяли пожарные краны. Это не помешало нашей мэрии возобновить работу учреждения. В августе, сразу же после инспекторской проверки, которая выявила нарушение, туда заселили 103 ребенка. В основном из семи льготных категорий населения. Городской департамент образования и науки отрепортовал о наведении полного порядка. Там было проведено масштабные ремонтные работы, оновлено мебель, заключены договоры на проведение необходимых работ, которые будут сопроводить процесс выздоровления детей. Это и хорчевание, и пожежная безопасность, и забезпечение питной водой. Обращаться к чиновникам Одесской мэрии, а также к полиции и прокуратуре бесполезно. Стоит обратиться к родителям с предупреждением. Если вам предложат путевку для ребенка в самый лучший украинский лагерь Виктории, вспомните, что случилось там в сентябре 2017 года. И не рискуйте жизнями своих детей. В Одесском окружном административном суде состоялось очередное заседание суда по отмене приказа и протокола консультационного совета о внесении объектов культурного наследия в реестр объектов культурного наследия области для последующей высотной застройки на территории санатория Красной Зори. 23 сентября состоялось очередное заседание по рассмотрению судебного дела санатория Красной Зори. Сторонами процесса были поданы разъяснения по сути обозначенного спора. И Департаментом культуры было заявлено ходатайство на проведение повторной экспертизы учетной документации, на основании которой был принят приказ о занесении обозначенного комплекса в перечень объектов культурного наследия Одесской области. Облікова документація була ще в червні направлена до Міністерства культури України для занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Наразі ми чекаємо рішення висновок експертної комісії з питань занесення об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та відповідний наказ Міністерства культури. Однак хочу наголосити на тому, що наразі спір стосується занесення зазначеного об'єкту до переліку об'єктів культурної спадщини Одеської області. Процедура наша запущена, супровідним листом була направлена документация до Міністерства. Наразі ми чекаємо висновок. Офіційно жодного висновку ні протоколу, ні наказу до Департаменту не відходило. Суд'я удовлетворила ходатайство адвоката Департамента культуры Інни Ткачук і викликала свидетелей на засідання по делу санаторія «Красные зори», напомним, которое состоялось 23 сентября. Адвокат Департамента культуры считає, що свидетели змогут подтвердити проведення експертизы, розказати о тому, які именно исследования состоялись, а також о тому, какова ценность об'єктов, находящихся на территории санаторія «Красные зори». Позивач не хоче цієї експертизи. По-перше, він представляє компанію «Київську» і хоче забудувати, ну, якісь новобудови тут зробити на цьому цвинтері. Ми вже доказали, що це цвинтер, у мене є документації ще більше, ніж до цього часу, тому що чим дольше працюєш, тим більше і більше у нас документації знаходиться. Свидетели настроены решительно і будуть бороться за справедливе решення суда. Я увидел вип'юющее безобразие. Є попытки застроити місто, яке є велике історичне значення для Одеси. Це територію Воскресенського скита, свято Архангемихаловського женського монастыря. Це місто, де знаходилось старинне кладбіще. Місто, зв'язанне з багато известними одеситами, які внесли більшу вклад в розвитку нашого міста. І всякі попытки застроити таке місто, естественно, відзувають негодування одеситів. Я діло в тому, що значально відслеживаю весь цей процес, як член консультативної ради управління культури, так і як руководитель общественої організації. Крайне возмутительно. Кака-то общественна організація, коммерчна, рішила просто відхватити кусок землі, представляюючи історичну цінність. І, во-вторых, действительно, територія кладбіщенська, т.е. з остатками захоронений, територія, которая должна, по сути, являться рекреаціонной зоною. В результате засідання, висловив показання свидетелей, суд удовлетворил ходатайство Департамента культуры о проведении повторной экспертизы территории Красных Зорь для подтверждения или опровержения исторической ценности и культурного наследия данной территории. После ответа Министерства культуры будет проведено очередное судебное заседание. Заместитель Одесского городского головы Петр Рябаконь закрыл аппаратное совещание раньше времени. Причиной стал конфликт с депутатом Владимиром Корниенко. Депутат Корниенко просил Малиновскую райадминистрацию выделить средства на ремонт крыши многоквартирного дома на Варнинской. На проведение работ требуется 400 тысяч гривен. А в Департаменте городского хозяйства заявляют, что пока денег нет. Нужно подождать до следующего года. Корниенко предложил использовать для ремонта остаток своего депутатского фонда. 80 тысяч гривен, так как ситуация критическая, а в доме проживают пожилые люди, в том числе лежачий инвалид. В программу поддержки ОСМД ремонт кровли не входит. На это глава заседания Петр Рябаконь, видимо подражая хамской манере городского головы, перебил депутата. Не надо мне ничего объяснять. ОСМД не является распорядителем средств. Вот это все объяснято, другому объясняйте. Млики нашелся. После этого Рябаконь заявил, что этим вопросом должны заниматься исключительно ОСМД и объявил о завершении заседания. Очевидно, заботиться об одесситах проще на словах. Но когда доходит до дела, лучше всего в хамской форме уйти от вопроса. В Одесском медицинском университете состоялось совещание наблюдательного совета при участии двух заместителей министра здравоохранения. В ходе встречи представители наблюдательного совета вносили свои предложения по решению ситуации в университете. Первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос и заместитель министра Младена Кочурец заявили, что главной целью их визита является мирное урегулирование конфликта в университете. Представители министерства сообщили, что не принимают ни одну из сторон противостояния, а в приоритете для них скорейшее возобновление выплат зарплат сотрудникам университета и стипендий студентам. По словам Младена Кочурец, министерство собирается провести прозрачные и честные выборы ректора. Однако проводить выборы и назначать исполняющего обязанности ректора запретил Печерский суд Киева. МОЗ обжалует это решение, однако на это нужно время. А при отсутствии руководителя университета подписать смету для выплаты зарплаты стипендий некому. Мы понимаем, что судовый взгляд, он может продолжать, он может продолжать очень долго, а университету нужно работать. Проверить спокойно, спокойно, для того, чтобы права и интересы работников и студентов, первое за все, для которых работает университет, не были порушены. Именно поэтому комиссия прибыла выслушать трудовой коллектив и представителей наблюдательного совета. Во время встречи всем присутствующим была дана возможность высказать конструктивное предложение, которое будут переданы министру здравоохранения. Сторонники Владлены Дубининой сообщили, что они за любое мирное решение конфликта и надеются, что министерство доведет дело до прозрачных выборов. Кандидатуру Юрия Сухина отстаивали адвокат Екатерина Цветкова и профессор Федор Костев, а также часть членов правкома. Кандидатура Юрия Витальевича Сухина профессора была рекомендована конференцией трудового коллектива. Конференция трудового коллектива была выбрана в 2017 году. Однако не всем удавалось сохранять спокойствие во время выступления оппонентов. В последний раз я прошу всех вести цивилизованную дискуссию. Как заявила заместитель министра Младена Кочерец, существует три пути решения проблемы. Дожидаться решения суда, однако тогда будет заблокирована выплата зарплаты стипендий, реорганизовать учебное заведение и назначить нового руководителя, либо отозвать все иски, блокирующие работу МОЗ, чтобы назначить и у ректора и провести выборы. Код за выисков призвал и Андрей Семиволос, назвав такой вариант решения проблемы мировым соглашением. Заместитель министра считает возможным назначить нейтрального претендента, который будет заниматься подготовкой и организацией выборов. Один из претендентов на кресло ректора Юрий Сухин заявил, что не согласен идти на уступки. В то же время адвокат Максим Болдин уверен, что такое решение конфликта является единственным возможным выходом из сложившейся ситуации. Я услышал сегодня конструктивную позицию первого заместителя министра и заместителя, который курирует сферу образования о необходимости отозвать определение судов с целью разблокировать работу учебного заведения. Исполняющая обязанности ректора Владлена Дубинина выразила свое возмущение отказом оппонентов отзывать иски. Если сегодня любой гражданин может судиться с Минздравом, с Кабмином, тогда скажите, пожалуйста, какая же ценность исполнительной власти, какая ценность органов управления, если господин Сухин не как ректор сегодня, а просто как физлицо с господином Запорожаном, с господином Талалаевым заблокировали деятельность органов управления. Представители министерства также встретились с трудовым коллективом университета, чтобы обсудить с ними все три варианта решения конфликта. Хотя мнения по поводу кандидатуры на должность ректора разделились, работники университета солидарны в одном. Необходимо как можно скорее возобновить выплаты, а также решить проблему с выдачей дипломов выпускникам. Ситуация в университете находится на личном контроле министра здравоохранения Заряны Скалецкой. Поэтому студенты и сотрудники университета не теряют надежды на разрешение затянувшегося конфликта. Дырявый шифер и сливная труба на крыше дома номер 9-13 на улице Польской могут привести к обрушению потолка в квартирах жильцов. Комиссия ЖКС не видит в этом проблемы. Две недели назад мы уже рассказывали об аварийной крыше дома, которая может обрушиться прямо на голову жильца. Это история одесситки Александры, которая бьет тревогу, обращаясь с заявлениями как на городской сайт 1535, так и в коммунальную службу. После того, как пресса приезжала ко мне уже один раз, сколько было, четыре телеканала, один всеукраинский, подняли, как мне казалось, ажиотаж. Ажиотажа не было. Саша написала повторное заявление на имя начальника ЖКС. Красивый. Так, чтобы мне не текло. Чтобы в квартире было сухое тепло. Больше ничего не хочу. Комиссия таки пришла. Они начали быстренько сюда бежать и затыкать, чем под руку попадется, затыкать дырочки. Одну шиферинку, где-то там дырочка, они пытались кирпичом забивать на какой-то ржавый гвоздь, который по дороге где-то нашли. Одну щелочку я покажу, где пытались затыкать картоном. И когда подошел независимый кровельщик со стороны общественницы, чудная комиссия во главе с начальницей ЖКС, по словам Саши, сразу убежала, сказав перед этим, что когда пойдет дождь, звоните, и тогда комиссия будет что-то думать. То, что мы увидели не на крыше, а на чердаке, это было просто удивительно. Вот удивительно вообще, как люди вот это вот делают и зачем. Он спустился на чердак и просмотрел весь шифер с чердака. Получается, он оторвал кусок шифера, который был прилеплен к низу чердака. Он, получается, не на крыше был, а снизу чердака. Он был прилеплен для того, чтобы только закрыть дыру. И еще один важный момент – это сливная труба, которая должна быть с верхнего этажа крыши до низа первого этажа. Вот тут вот есть прелесть, которая, я не знаю, вот если это в Одессе, вот женщина, которая по правам инвалидов, она посмотрела, она просто в Донецке была начальником ЖЭКа. И она говорит, я такое вот вижу первый раз в своей жизни. Это слив под крышей. Это слив, жёлоб, видите, по которому стекает вода в корыто. И с корыта, когда оно переполняется, течет прямо на крышу. Александра, жительница дома, и Елена, как общественный активист, будут еще раз обращаться к начальнику ЖКС, так как не хотят дожидаться несчастного случая. Ждать, когда в комнате отца Саши, инвалида первой группы, обрушится потолок. Они намерены писать заявку на неотложный капитальный ремонт аварийной крыши. И, как говорят, это будет уже другая история, которая, мы очень хотим надеяться, закончится положительным решением проблемы. И дело сдвинется с мертвой точки. А мы, в свою очередь, будем следить за событиями данной проблемы. В Одессе учащаются случаи незаконного слива жидких бытовых отходов частными осенизационными автомобилями в городской канализационной сети. При этом решении Одесского городского совета определено, что единственным законным оператором по откачке выгибных ям на территории города является Инфокс-водоканал. Представники водоканалу проводят постельные рейды по точках незаконного слива. Цего разу розпочали в районі Південної дороги і майже відразу знайшли правопорушників. Что вы сделаете? Мы работаем. Что именно? Какую работу вы проводите? Мы сливаем... Не чистоты, да? Куда? Куда вы сливаете? А что это за сливная? Можете пояснить? Куда это сливная? Коллегка до канализации системы, да? Куда это сливная? Человеки довго намагаються довести. Мовляв, документи в них є і все в порядку. В цей час продовжуючи зливати в каналізацію вміст свого автомобиля. Їх просять припинити та показати документи наживо. З'ясовується, що строк договору вичерпано. Ще й автівка прописана інша. Комісія фіксує порушення правил користування системами водовідведення та незаконну діяльність і рушає далі на вулицю хімічну. Тут, трохи почекавши, знаходять ще одного несумлінного бізнесмена. Історія майже та сама. Договір укладено на іншу автівку. За кермом інша людина і строк дії документу вже сплив. Я вам зараз привезу щеки, 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 щеки. У вас договорні відношення закінчені. Від 3 числа я платив. У вас закінчен договор 12-го, но 9-го. Фахівці водоканалу викликають поліцію та складають необхідні документи. Свідки кажуть, щодня на таку нелегальну точку приїздить до 30 асанізаційних автомобілей. Як зазначають в інфоксводоканалі, споживачі не мають права користуватися вигрібними ямами без укладання договору на вивезення відходів. Вивозити їх має право лише автомобілі інфоксводоканалу на станції біологічної очистки. Всі приватні автомобілі працюють нелегально, не сплачують податки та й зливають відходи під вікнами житлових будинків або у водойоми, лісосмуги, катакомби тощо. У нас неоднократно поступали жалоби, особливо по Суворовському району, це вулиця Жуліо-Кирі, це южна дорога, це Ніколаївська дорога, це вулиця Повостовського, де жителі жалуються на вонь, неприятні запахи, які, як правило, сливають в вечернє або вночне час. Фахівці додають, деякі нахабні асенізатори псують каналізаційні мережі та навіть почали ставити власні замки на люки, ще й незаконно вирізатися до каналізації, щоб зменшити конкуренцію. Але найголовніше, що таке перевантаження каналізаційних мереж у невідведених для цього місцях веде до зносу труб, засорів та потрапляння відходів у ґрунт. Не кажучи, про шкоду екології навколишнього середовища, особливо у курортний сезон. Неконтролювальний зброс тягне за собою концентрацію загрізнення, дуже повищену, тому нам треба з цим боротися. Це фосфат, це азот амонійний. Для того, щоб цього всього зберігати, на сьогоднішній день вже запроєктивне начало будівництво двох сливних станцій. В «Інфоксводоканалі» кажуть, що по всім випадкам незаконного зливу відходів приватними автомобілями матеріали будуть передані до правоохоронних органів. А мешканці, які мають вигрібні ями, закликають звернутися до «Інфоксводоканалу» та укласти договір, який забезпечить справжні якісне очищення вигрібних ям та рідких відходів. В іншому випадку, при відсутності укладеного договору, власники житла ризикують залишитись без послуг водопостачання та ще й отримати штраф. Також фахівці звертаються до одеситів з проханням не бути байдужими до безпеки навколишнього середовища. Якщо ви стали свідком зливу рідких побутових відходів незаконними перевізниками, звертайтесь до колцентру «Інфоксводоканалу». Более года назад украинский школьник Валентин Фречко предложил инновационную технологию создания бумаги и запавших листьев. История получила продолжение. Созданная юношей, теперь уже студентом Киевского национального университета имени Шевченко, технология прошла обкатку на специальном оборудовании и готова к коммерческому использованию. В Киеве прошло стартовое тестирование первой в мире линии по изготовлению экобумаги и запавших листьев. Технологию Relief Paper разработал еще будучи школьником Валентин Фречко. Год назад юноша выиграл с этим проектом мировую олимпиаду в Соединенных Штатах и сразу начал воплощать его в жизнь. Первые образцы бумаги были получены благодаря экспериментам в домашних условиях. Сейчас над усовершенствованием технологии работает целая команда единомышленников. Испытания подтвердили, что листья эффективно заменяют древесину, и вскоре Relief начнет работать в промышленных масштабах. Такое производство бумаги намного экономичнее и целесообразнее, чем производство бумаги из древесины. Это новая точка отсчета для целлюлозно-бумажной промышленности. Как сырье, опавшие листья имеют мощнейший потенциал. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова